У каждого четвероногого в груди бьется огромное и бесстрашное сердце. Собаки готовы на все, даже пожертвовать своей жизнью ради любимого хозяина. В этом видео рассказывается о семи самых героических собаках в истории. Барри Собака породы, впоследствии ставшей известной как Сен-Бернар, которая работала в качестве собаки-спасателя в Швейцарии при монастыре Святого Бернара. В Альпах есть перевал Большой Сен-Бернар. Дорога была на нем очень трудной, и из-за снежных бурь застегнутые в дороге путники часто теряли направление и гибли. Барри спас около 40 человек от гибели. Самым известным из спасенных людей был маленький мальчик, который умирал в ледяной пещере после сильной лавины. После смерти собаки в 1814 году в монастыре Святого Бернара вплоть до сегодняшнего дня одна собака всегда носит имя Барри. История о ней осталась жить долгие годы. Хатико – пес породы Акито-Ину, являющийся символом верности и преданности в Японии. Щенка подарили профессору Хидасабура Уэно, работающему в Токийском университете. Профессор дал щенку кличку Хатико. Когда Хатико подрос, он везде следовал за своим хозяином. Тот ежедневно уезжал в город на работу. Пес провожал его до входа на станцию Сибуя, а затем встречал хозяина. 21 мая 1925 года у профессора в университете случился инфаркт. В тот же день он так и не дождался хозяина, но стал приходить на станцию ежедневно, терпеливо ожидая его до позднего вечера. Хатико приходил на станцию в течение 9 лет, вплоть до своей смерти, 8 марта 1935 года. Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя является местом встречи влюбленных, а сам образ пса в Японии стал примером беззаветной любви и верности. Балто – угольно-черный сибирский хаски, ездовая собака из упряжки, перевозившая медикаменты во время эпидемии дифтерии в городах штата Аляски, США. В начале 1925 года в поселении Ном, Аляска, разгорелась дифтерия. Больницам требовалась противодифтерийная сыворотка, которая находилась за тысячу миль от поселения. На последнем участке пути из-за сильной снежной бури сыворотку ввезла упряжка во главе с Балто. Этот пес проявил смелость и прекрасно ориентировался в ужасных погодных условиях. Упряжка достигла Нома 2 февраля, пройдя 85 километров за 7,5 часов. Сыворотка замерзла, но не испортилась. С ее помощью дифтерия была остановлена за 5 дней. Обессиленные и полузамерзшие Балто и остальные собаки, а также Гунар Кассен, который управлял упряжкой, были тут же призваны героями в США. В Центральном парке Нью-Йорка находится бронзовая статуя Балто, а также были сняты несколько мультфильмов, посвященные легендарной собаке. Фейт Умеющая ходить вертикально собака-инвалид, проживающая в городе Монастас, штаб Виргиния, США, со своей хозяйкой Джуд Стрингфеллоу. Собака родилась в декабре 2002 года, без передних лап, а позже прославилась выступлениями в школах, госпиталях и других местах, вдохновляющими людей-инвалидов, оставшихся без рук и ног, преодолевать свои недуги и жить, несмотря ни на что. Собака скончалась в возрасте 11 лет в 2014 году. Грейфраер с Бобби Скайп-терьер, получивший известность в 19-м столетии. Бобби принадлежал Джону Грею, который работал в Эдинбургской городской полиции, ночным обходчиком. Они жили неразлучно в течение двух лет. В 1858 году Джон Грей умер от туберкулеза. Он был похоронен в Эдинбурге, на клабище Грейфраерс. Бобби провел оставшиеся 14 лет своей жизни, охраняя могилу хозяина, лишь иногда отлучаясь, чтобы поесть и пережить морозы. Его верность и преданность покорила людей. На его истории основаны книги и фильмы, а также был воздвинут памятник в Эдинбурге. Джуль Барс Собака минно-розыскной службы, участник Великой Отечественной войны. Джуль Барс сумел обнаружить более 7 тысяч мин и 150 снарядов. Он участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, замка в Праге и собора в Вене. 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джуль Барс был награжден медалью за боевые заслуги. Это единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды. В конце войны Джуль Барс был ранен, самостоятельно участвовать в параде победы в Москве он не смог. Но боевого пса пронесли на руках, как настоящего героя. Дик Собака порода шотландской коле, участник Великой Отечественной войны. Дик участвовал в разминировании Ленинграда, Сталинграда, Лисичинска и Праги. Главный подвиг Дик совершил в Павловске, где обнаружил минус с часовым механизмом в фундаменте за час до взрыва. Всего собака сумела обнаружить более 12 тысяч вражеских мин. В мире есть еще сотни историй о героизме собак. Они всегда готовы помочь людям, не требуя ничего взамен. Нам лишь остается быть им такими же верными и любить их. Если вы не хотите пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...